Добрый день, уважаемые друзья! Я не знаю, как называется сегодняшний праздник в наше время. Я родилась и выросла во времена советские, чем очень горжусь. И поэтому для меня этот праздник – День солидарности трудящихся. И по-другому я его называть и не пытаюсь запомнить, как он называется. Потому что я говорю, что когда мы просыпались 1 мая, сразу, когда у нас было две программы. Вот я жила в Подрещихе, у меня было две программы. И когда мы включали утром центральный канал, и когда показывали праздничную Москву, как идут коллективы, как идут люди, у нас, у самих поднималось праздничное настроение. И потом мы шли, помните, мы вырезали голубей. Мы, помните, крутили из гофрированной бумаги веточки, цветочки. И мы шли, шары надували. Помните, раньше были такие, профиль Ленина был, вот у меня, например, профиль Ленина из такой пластмассы белой. И потом он с красным бантом. И я его одевала и гордилась, шла тем, что я вместе со страной. Что у нас праздник один на всех. И поэтому сегодня для нас, для всех праздник. И пока мы живы, пока мы будем помнить о том, что 1 мая – это день солидарности трудящихся. А мы с вами трудящиеся. Но я не могу сегодня сказать и о другом. 27 апреля оборвалась жизнь Олега Валентиновича Кулакова. Вчера прошла гражданская панихина. Спасибо вам всем, кто взяли, смогли прийти, выдержать, сказать последнее спасибо, последнее прощай. Я думаю, что, конечно, мы все понимаем, что он был неоднозначен. Он был разный. Но и по-настоящему плохо о нем сказать мало кто может из нас. Поэтому я предлагаю сейчас почтить память Олега Валентиновича минутой молчания. Дорогие друзья, Олег Валентинович всегда говорил о том, как мы сильны, когда мы вместе. Как мы можем сделать много, если мы будем вместе. Поэтому я очень надеюсь на то, что мы с вами возьмем все свое, что можем взять и сцепить в кулак. И мы поддержим его память. Мы поддержим его дела. Потому что как никогда раньше нам нужна будет ваша поддержка. И если Олег Валентинович мог взять на себя тяжесть решений, то сейчас без поддержки людей мы не сможем этого сделать. Поэтому еще раз от всей души поздравляю вас с праздником. С праздником международной солидарности трудящихся. Дорогие товарищи, поздравляю вас с самым радостным весенним праздником. С днем международной солидарности 1 мая. До Великой Октябрьской социалистической революции. 1 мая был в нашей стране днем протестной работе солидарности. После реставрации в России капиталистических порядков он снова привел боевой характер. Зовет трудящихся на борьбу за свои права. От имени миллионов жителей страны президент Путин 25 апреля было задано много острых вопросов. Почему под носом власти творятся такие безобразия? Почему не выполняется предвыборное обещание о создании 25 миллионов современных рабочих мест? Каким образом это можно сделать, если в последние годы практически не строятся крупные наукоемкие производства и предприятия? Почти 10 лет наукообразования руководят министры, которые в этом плохо разбираются. Руками министров порушена вся система дошкольного воспитания. Почти 1 миллион 800 тысяч ребятишек стоят в очереди в детские сады. Разрушена начальная школа. Там 8 из преподавателей пенсионного возраста. Достановна средняя школа. Можно получать аттестат, даже не изучая физику, химию, биологию. Не изучая даже историю и полный курс литературы. Нас без должной подготовки толкнули по всему миру торговые организации. Сегодня разрушаются те предприятия, которые устойчиво работали, а теперь не в состоянии по новым расценкам конкурировать с кем-то бы не было. Назову одну цифру. По принятому закону Думы на 1 гектар сельхозугодий у нас государство выделяет 208 рублей. В Европе стоят 6-7 долларов. В Европе 300 долларов. Если взять цены на электроэнергию, горючо-сладочные материалы, то они выше европейской и американской. Каким образом наши товаропроизводители в деревне могут конкурировать? В прошлом году закупили на 46 миллиардов долларов сельхозпродукции у тяжих фермеров, а свое сельское хозяйство уничтожали на корню. Почему проводится такая политика? Из 14 руководителей департаментов сельского хозяйства только двое представляют, что это такое. Пять лет назад созданное предприятие «Рас-Ноно». Туда посадили приближенного к власти непотопляемого руководителя по имени Чубайс. Только закончилась проверка счетной палаты. Вот эта контора в прошлом году дала убыток 20 с лишним миллиардов рублей. Средняя зарплата сотрудников 400 тысяч рублей в месяц. А руководители получают 20-30 раз больше, чем самый талантливый профессор. По итогам проверки от власти нет никакой реакции. Больна медицина, когда больна и страна. За последние 10 лет площадь редкую жилье увеличилась в 4-5 раз. Сегодня строят в год по 60-60 миллионов квадратных метров. Для того, чтобы решить проблему переселения людей из детского жилья, надо минимум удвоить объем строительства. Но удваиваются в основном коммунальные тарифы. Недавно президент заявил, что уровень инфляции в стране будет не более 6%. Это 25 числа он заявил. Статически говорят, что они сегодня повышались на 10, 12 и 15%. Почему руководитель не выполняет прямого указания президента? Почему отсутствует элементарная дисциплина и ответственность у тех, кто обязан реализовать поручения президента? Почему контрольные органы не исполняют своих обязанностей? Народ требует ответа на эти прямые вопросы. Народ должен знать. Ну, все вы знаете из истории нашей страны. У нас были руководители страны, разрушители и созидатели. Если так спросить, кому в нынешнее время относятся руководители, к созидателям или разрушителям, это на вашу совесть. Сами думайте и говорите. Так что еще раз поздравляю вас всех с праздником. Желаю вам всем возрасте и здоровья. Спасибо. Поздравляю вас с праздником. Правильно было сказано, сегодня день солидарности трудящихся. Мы с вами прошли огромный путь по этой жизни и знаем, как тяжело давались те успехи, которые были нами выполнены. Выполнены многие задачи, которые перед нами ставила и партия, и правительство. Но у нас с вами остается еще одна задача. Хотя мы уже в возрасте, в преклонном возрасте, но задача остается основная. Это воспитание подоставившего поколения. И несмотря на все то, что мы с вами иногда не можем сделать своими силами, давайте будем делать совместно. Будем обращать больше внимания на своих внуков, детей, правнуков и рассказывать им то, что было сделано руками ваших, наших дедов, отцов, прадедов. Ведь эта революция, которая была, нельзя все перечеркивать. Почему-то в нашей стране мы часто перечеркиваем то, что сделали сами. И каждое правительство, приходя к новой власти, опять же перечеркивает то. Но давайте не будем забывать, ведь пройдя такой огромный путь жизни, вынести на своих плечах войну и все остальное, вы являетесь все героями этой страны. Так поддержите же то поколение, которое сейчас. Ведь в истории, посмотрите сколько учебников в истории сейчас. 69 учебников в каждом уголке страны, можно сказать, по-разному учат историю. Дошло до того, что победили не мы, а американцы. Это же вообще ехунда какая. Так давайте же будем рассказывать, как вы жили, какие были трудности. И не стесняйтесь. Пускай иногда поколение сейчас улыбается и говорит, что Ой, да что вы там говорите? Нет. Из поколения в поколение мы должны передать все то, что мы пережили. Огромного вам здоровья. И я думаю, что вы всегда поддержите и откликнетесь на наши просьбы. Доварь нас, исполняющий главы района, есть Глина Анатольевна. Если мало ли у кого-то будет какое-то желание выступить, пожалуйста. Но мы силой никого не заставляем. Но есть желание, пожалуйста. Можно ли ликвидировать проводное радиообещание. Это меня уже так это задал. Один подоплел в своей росписти. Ну вам уж было разъяснено, почему. Сейчас все предприятия эти находятся в частных руках. А власти, видно, не могут применить высокие власти. Не наше районное начальство, это вышестоящие. Это, конечно, надо нам требовать с вышестоящих руководителей, начиная с президентов. Как это, помните ли, в Приморском крае, сделайте мне площадку многодетной семьи. Пока он не скажет, ничего нет. Так что давайте или обратимся с письмом к президенту, что в белой колоннице нет проводного радиообещания, не поможете ли вы нам? А больше ничего не получится. Так, еще какие вопросы будут, пожалуйста. Понятно, все. Может, кто-то еще хочет выступить. Дорогие друзья, от всей души, от себя лично, от коллектива администрации районов, от депутатов городской думы, районной думы, поздравляю вас с праздником. Я желаю вам крепкого здоровья. Я желаю вам долгих лет жизни. Я очень надеюсь, что ваши близкие и родные окружат вас теплом и заботой. И что вы еще очень долго будете радовать своих близких, друзей и родных. Поздравляю вас с праздником. Ура! Ура! Поздравляю вас с праздником. Поздравляю вас с праздником. Поздравляю вас с праздником.